Здравствуйте! Телекомпания Ахтуба предлагает обсудить главные события в жизни региона. На этой неделе Волгоград превратился в центр партийной жизни. Здесь прошла межрегиональная конференция Единой России под руководством лидера партии Владимира Путина. В работе форума приняли участие около 600 делегатов. Они обсудили социально-экономическое развитие Юга России до 2020 года. Для Единой России нынешняя конференция уже шестая по счету. Ранее аналогичные форумы прошли в Сибирском, Приволжском, Северо-Кавказском, Дальневосточном и Центральном федеральных округах. По уже сложившейся традиции обсуждение проблем развития регионов Юга страны предварял медиафорум. Представители региональных СМИ интересовало, как единороссы решают такие насущные проблемы, как строительство дорог, спортивных сооружений, организация водоснабжения. Поднимался вопрос и о нехватке детских садов, которые в связи с увеличением рождаемости стоят сейчас как никогда остро. Мы за эту проблему взялись. Возвращаем. 7 тысяч сейчас находятся не по назначению. Возвращаем. СНИПы поменяли. Санпины поменяли. Нашли проект детского сада. Сейчас его внедряем, рекомендуем. Который стоит не 1 миллион на ребенка, то есть 280 человек, 280 миллионов. Нашли в 2-3 раза дешевле. За счет чего? Санпины, технологии строительные, понимаете, да? То есть мы работаем. В свою очередь на медиафоруме единороссы говорили об ответственности и гражданской позиции самих СМИ. С одной стороны, призвали открыто говорить о тех или иных нарушениях, которые допускают власти. А с другой, не обходить вниманием темы, которые для массового зрителя или читателя на первый взгляд могут показаться малоинтересными. В частности, речь идет об освещении проблем местного спорта. Тем более, что развитие этой сферы многие партийцы считают одним из приоритетов. Можно даже сказать, новой национальной идеей. Будущее десятилетие в России пройдет под знаком спорта. И мне бы очень хотелось, чтобы муниципальные, районные СМИ как можно больше внимания этому уделяли. И речь идет не только о победе Барселоны над Реалом, либо победе сборной Испании в чемпионате мира, но и о тех проблемах спорта, дискоспортивных школ, которым порой не на чем и не на что выехать на соревнования, или вернуться с этих соревнований, не хватая спортивного монтаря, чтобы об этом шла речь. Потому что спорт – это у нас национальная идея, это часть нашей жизни. Важнейшая часть работы межрегиональной конференции – заседание тематических секций. Инновационные производства, АПК, инфраструктура и строительство, социальная сфера, культура, спорт, туризм. На них представители всех шести регионов, входящих в ЮФО, представили проекты по модернизации и развитию этих сфер. Всего таких проектов более полусотни. Очень многие проекты инновационные, не крупного бизнеса, малого, среднего бизнеса. Нам это важно, поймите, потому что мы, как законодатели, еще хотим посмотреть, как работают все-таки наши принятые законы, то, что касается сегодня инноваций, технологий. Один из проектов, представленных на конференции нашим регионам – строительство второй очереди линии скоростного трамвая в Волгограде. Комплекс, который соединит площадь Чекистов и Ельшанку, должен войти в строй уже осенью этого года. Сейчас проектируется линия, которая продлит маршрут скоростного трамвая до Госуниверситета. Волгоградский метротрам уже признан примером для других регионов России, намеревающихся развивать этот экологичный вид транспорта. Всего же на конференции от нашего региона представлено 15 проектов в различных сферах. Мы ждем любую государственную поддержку. Для нас интересны рынки сбыта, для нас интересны новые партнеры, тиражирование проектов на других территориях. То есть мы являемся носителями уникальной идеи. Если эта идея найдет воплощение на других территориях, нас это тоже вполне устроит. Итогом первого дня форума стало определение победителей по всем пяти направлениям. В числе лучших были названы четыре проекта, представленные Волгоградской областью. Среди них строительство современного перерабатывающего завода, развитие линии скоростного трамвая в Волгограде, национальный центр победы и выпуск нового автобуса на базе завода «Волжанин». Все отобранные проекты были вынесены в пятницу на пленарное заседание с участием Владимира Путина с тем, чтобы получить дальнейшую поддержку партии и войти в стратегию развития Юга России до 2020 года. Светлана Олегбарова, Наталья Стиганцева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба». Во время проведения партийной конференции Волгоград посетила немало высокопоставленных гостей. Представители правительства России, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации. Некоторые подробности их визита, а также другие заметные события недели в кратком дайджесте новостей. На этой неделе 96 ветеранов области стали новоселами. Квартиры они получили в только что отстроенных домах в советском районе Волгограда. Ключи фронтовикам в торжественной обстановке вручил губернатор Анатолий Бравко и спикер Государственной Думы Борис Грязлов. Также Борис Грязлов принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Средне-Ахтубинском районе, который станет тренировочной базой для воспитанников местной спортивной школы. На этой неделе Волгоград присоединился к международной акции «Вахта памяти», которую проводит Министерство внутренних дел России совместно с МВД Украины и Беларуси. Для участия в акции в нашу область прибыл главный полицейский страны Рашид Нургалиев. По приезду он посетил Волгоградскую академию МВД, а затем он побывал в гостях у вдовы Героя Советского Союза Ивана Васильевича Морозова, настоящей легенды правоохранительных органов Волгограда. На этой неделе Волгоградскую область посетил и атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водоладский. Он обсудил с губернатором подготовку ко второму съезду православной казачьей молодежи, который откроется в Волгограде 20 мая. На него съедутся делегаты Юга России и Северного Кавказа, а также Южной Осетии, Абхазии, Украины, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Также на встрече с Анатолием Бравко поднимались вопросы развития в регионе кадетского образования. На этой неделе в Волгограде стартовала социальная акция «Здоровое сердце». Ее участниками станут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы фронтовиков, бывшие малолетние узники концлагерей и дети военного Сталинграда. Всем им будет предложено бесплатно сделать ЭКГ. Причем к участникам и инвалидам войны мобильные группы специалистов приедут на дом. Остальные смогут проверить работу своего сердца в 10 аптеках сети «Волгофарм». На этой неделе в Волгограде прошла реконструкция взятия Рейхстага. В ней приняли участие переодетые в советскую и немецкую форму воспитанники военно-патриотических клубов города и многочисленные зрители. Участники реконструкции постарались максимально точно воссоздать все детали исторического события. Акция «Распишись на стене Рейхстага» пройдет в городе Героя и 9 мая. В День Победы каждый желающий может оставить свой автограф на специальных баннерах. А Волгоград тем временем готовится к 9 мая. В нынешнем году в городе состоится масштабная акция возле разрушенной мельницы. Называется она «Окна жизни». И ее постановщики обещают удивить жителей и гостей областного центра невероятными спецэффектами, которые буквально оживят старинное здание. Подробнее о программе праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, мы побеседовали с председателем областного комитета по культуре Виктором Гепфнером. Виктор Петрович, мы не случайно сейчас стоим возле разрушенной мельницы. Именно здесь в нынешнем году, насколько я знаю, пройдет масштабное театрализованное представление, которое будет транслироваться на всю страну. Если можно, расскажите подробности. В этом году было принято решение Оргкомитетом Победы, который возглавляет губернатор Волгоградской области Анатолий Григорьевич Бравко, что именно здесь, около разрушенной мельницы братьев Гергард, будет основное театрализованное представление, посвященное 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как вы видите, сейчас уже строятся декорации, сооружения, сейчас будет устанавливаться свет, звуковое освещение. Основная режиссерская задача, которую мы ставили перед собой, вернее, которую ставили режиссеру, каким-то образом оживить здание, само здание. И во время концерта, во время театрализованного представления, здание мельницы будет меняться разными цветами. Будет в окнах появляться свет, оно будет оживать. И, соответственно, будет видеопроекция на само здание и на саму панораму Сталинградской битвы с хроникой. Вы видите, что сзади меня устанавливаются два огромных экрана. То есть видеосюжеты сейчас в настоящее время уже фактически подготовлены. Делались они здесь, в Волгограде, из той хроники, которая находится в запасниках музея Сталинградской битвы. Есть совершенно уникальные кадры, которые еще до сих пор мы не видели. И, соответственно, будет большое количество света и само действие, то есть оно будет такое, с точки зрения света шоу, очень красивое. А кто будет приглашен на акцию «Окна жизни»? Все ли желающие смогут сюда прийти или количество гостей ограничено? На само театрализованное представление количество людей будет ограничено. Конечно, в первую очередь это связано и с безопасностью мероприятия, потому что здесь будут тысячи человек. В первую очередь, конечно же, приглашение на этот концерт получили ветераны. Ветераны Великой Отечественной войны. И, естественно, для них будут отведены самые лучшие места в зрительном портере, который строится. Ветераны, дети Сталинграда, то есть те люди, которые застали войну, которые помнят войну. Это все именно места, трибун, они, естественно, для них. Будут и простые волгоградцы. Билеты, они распространяются, и в том числе от ближайших домов, потому что мы прекрасно понимаем, что за время репетиции этого концерта, и 6, и 7, и 8 числа, мы принесем некие неудобства людям, которые живут непосредственно рядом с панорамой Сталинградской битвы. Да, будут почетные гости, которые приедут в Волгоград. Будут гости администрации Волгоградской области. Будут гости города-героя Волгограда. То есть это те люди, которые к нам приедут на наш общий праздник. Виктор Петрович, а предполагаются ли в этом году какие-то особые торжества на Мамаевом кургане? На Мамаевом кургане пройдут мероприятия именно официальные. То есть на Мамаевом кургане традиционно будет 9 числа губернатор Волгоградской области возлагать венок. Будут мероприятия, связанные с встречей ветеранов, которые приезжают к нам в город. Но такого массового концерта, который был в прошлом году, на юбилей Победы, в этом году на Мамаевом кургане не будет. Мамаев курган – это святой для нас, для всех памятник. И все-таки не нужно замыливать образ Мамаева кургана большим количеством концертных выступлений, всеразличных мероприятий. То есть это святое место. И, соответственно, есть понимание того, что на Мамаевом кургане нужно проводить мероприятия именно один раз в пять лет на юбилее Победы. А какие еще интересные мероприятия пройдут ко Дню Победы в Волгограде? Куда бы вы порекомендовали сходить жителям и гостям города? В сами праздничные дни у нас будет большое количество мероприятий. Губернатор подписал основной план праздничных мероприятий, которые у нас пройдут в области и в городе Героя Волгограда. Они разнообразны. Очень интересные мероприятия будут связаны с съемками у нас в Волгограде телепрограммы первого канала «Играй гармоний». Здесь будет и на верхней террасе набережной, и на нижней террасе набережной, и в различных точках, то есть со всей области приедут гармонисты, приедут люди, которые занимаются фольклором, которые любят народную песню. В этих съемках могут принять участие все волгоградцы. Конечно, пройдут концерты в Центральном концертном зале 9 числа. Волгоградский академический симфонический оркестр представит новую программу, именно посвященную этому празднику. Кстати, про гостей города Героя. Кто-нибудь из знаменитостей приедет к нам на 9 мая? В этом году на сам концерт мы ожидаем приезд и поп-звезд. Да, это 8 числа будет и Стас Пьеха, и Зара, и наша волгоградка-землячка Ирина Дубцова. Будут солисты кремлевского балета, будут солисты Большого театра. В гости приедет государственный академический кубанский казачий хор. В этом же году, по предложению главного режиссера, в Волгоград уже сейчас прибыла группа русских каскадеров. В составе 40 человек. На этой площадке у нас будет, кроме концертных номеров, пения, у нас будут люди летать, взмывать в небо. Красивые такие вещи будут происходить. Виктор Петрович, и, конечно, не могу не спросить вас про праздничный салют. Где и когда он будет в этом году? Фейерверк в нашем городе пройдет и 8 и 9 числа. То есть он состоится как и у мельницы Гергарда, так и 9 числа на нижней террасе набережной. Чем он будет отличаться? Тем, что 9 числа это будет артиллерийский салют по всем канонам военным. Потому что салют это звук прежде всего. И салют он утверждается приказом министра обороны Российской Федерации. В 10 часов начнется праздничный артиллерийский салют. И сразу за ним пойдет фейерверк. А фейерверк это очень красивые взрывы. Это своя светопартитура художественная. Фейерверк будет и 8 и 9 числа. На сегодня все. Новые события, новые факты и новые комментарии станут темой нашей следующей программы. Подводите итоги региональной недели вместе с телекомпанией Ахтуба. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова